Основные принципы в балансе – как вообще делать замок так называемый, йогуртский, что необходимо для этого сделать и как к этому подготовиться. Во-первых, надо максимально размять мышцы живота. Движениями от почек к низу живота сильно разминаются косые боковые мышцы живота и прямая мышца живота. Прямую мышцу живота необходимо просто вдавить внутрь и пролинать. Параллельно получается замечательный массаж внутренних органов, что очень полезно для здоровья. И как и сама банка. Пролинается максимально глубоко, до болевых ощущений. Кстати, параллельно вылечиваются заболевания кишечника и желудочной кишечной карции. Основа любого лечения – это массаж и лечение крови. Затем упражнение – вот так вот это берется. Костяшка здесь. Два сантиметра выше пункта. Примерно 20. Второй рукой вминаешь. И делаешь по часовой стрелке до достаточности, до усиленных болевых ощущений не доводить. Костяшка прожигать тоже не надо. Но вокруг пункта должна образоваться полоса пункта. Тоже много достаточности. Томатизма не надо. Вот примерно так должно получиться на выходе. Затем можно проймять мышцы живота, у кого они сильно зажаты. Или допустим мышцы живота не очень хорошо развиты. Можно проймять мышцы живота в пикминге. Это все в совокупности называется «мять билинг» – тибетские упражнения. Вот мы подготовили наш ручной пресс к выполнению банка. Банка делается так. Несли как глубоких вдохов с животом. Сделали. На последнем вдохе мы делаем наклон. Параллельно с наклоном мы выпихаем. В момент наклона в пол вот такой вот должен быть. Максимально освобождается от кислорода воздухового легкие. Поднимается диафрагма. Кислородом не вовремен воздуховый. Для вначале банку нельзя диафрагировать. Больше трех-четырех раз. Впоследствии до двадцати раз прекрасный массаж внутренних органов. Плюс параллельно. Больше, наверное, занятия банка могут заменить течение пресса. Потому что в этот момент пресс работает во всех плоскостях. Можно сделать еще один вариант банка, но он уже будет аналитско-модернизированный и его в йоговской традиции не делали. Но он интересный. Рыговая скрытая извинения. Клуб altro возможности. Покату автобус awfulig from the sun. Удерживать животным гораздо сложнее, за счет того, что происходит скручивание вокруг оси человека, и за счет этого поменяют очень хорошо последние мышцы живота, поясница, лечится остеохондроз, замечательно снимаются болевые ощущения, при каких-то проблемах связанных с поясничным отделом позвоночника. Основной принцип – выдох, подняться и раскрутиться сначала плечами, потом добавить руками, и в другую сторону точно так же. Это делается из задержки дыхания, живот при этом все равно банка распускается, невозможно его в скрученном состоянии долго удержать тянутой силе, но тем не менее, сколько это возможно, как только появляется ощущение, что банка исчезает, что мышцы живота начинают уже возвращаться к исходному своему состоянию, надо из этой позы выходить, то есть дальнейшее пребывание просто нерационально, в смысле. Выполняется упражнение до достаточности, фанатизма здесь не должно быть, 3-4 раза по началу, желательно, обязательно, очень хорошо промянет мышцы брюшного пресса. В последствии до 20 раз можно делать совершенно спокойно, 20-21 раз. Ну, в йоговской традиции 21 – это максимальное количество, больше делать по йоговски метанома нельзя. Ну, в заключении, хочу сказать, что данное упражнение, пусть некоторые адепты йоги назовут дискараптированными под отходящие на статистическое йоги, но так или иначе, корни у них йоговские, корни тибетские, и польза для здоровья, польза для физической формы, она совершенно очевидна. Вот это неоспоримо, и попробуйте, вам понравится, я гарантирую. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.